Всем привет, друзья, с вами видеошопер Давид. Рассказываю, что такое Pixel 9 Pro XL. В этом году, конечно, тоже компания Google нас несколько с названиями путает. Это именно XL, это модель с огромным, ну, относительно огромным 6,8 дюймов дисплеем. Рассказываю плюсы, минусы, особенности Pixel я люблю, сам пользуюсь, пользовался и буду пользоваться. Девяточка, на мой взгляд, аппарат достаточно интересный. В отличие от предыдущих поколений, здесь сильно повысили яркость, теперь пиковая яркость составляет 2700 нит. Я не могу сказать, что в семерке, которую я сам пользуюсь, яркости мне не хватает даже на ярком солнце и в восьмерке, но здесь яркость еще выше. Даже при прямых солнечных лучах телефоном пользоваться комфортно. Хорошая яркость. Хорошее разрешение, естественно, это флагманский аппарат, старше, если не считать еще фолда раскладного от Pixel. И, конечно же, экран классный. 3К разрешение 120 Гц, частота обновления. Единственное, как и во всех пикселях самого первого, тут нет особых настроек цветовой температуры. С праведливости ради, сколько я пользуюсь телефонами разных брендов, я обычно лично под свои глаза ставлю теплый, ну не теплый, а оттенок спокойный, натуральный на всех AMOLED-экранах и вообще никогда не рылся в этих настройках. Ну, имейте в виду. Но на самом деле экран классный. Смотреть фильмы, смотреть ролики на YouTube, смотреть контент, все что угодно, пользоваться одно удовольствие. Но, естественно, это флагманский аппарат, и экран оставляет приятные впечатления. Закрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus второго поколения, спинка у него также стеклянная, при том цвет такой серый, ртуть, я не знаю, приятный, кстати, цвет Google телефонов, приятный. Мне нравятся их цвета, в отличие даже от айфонов, они какие-то более технологичные, что ли, вот умеют они подбирать. Ну, лично, субъективно, мне пиксели цвета нравятся, очень приятно. И по экрану закончу то, что полный порядок, больше рассказывать нечего. Классный экран. Рамочки не такие большие, я бы предпочел, чтобы еще меньше были, но в любом случае впечатление оставляет он неплохое. Что касаемо водозащиты, конечно, она здесь есть, высшего стандарта IP68, телефон можно погружать под воду, под пресную, тут с водозащитой все хорошо. Стереодинамики, конечно же, есть громкие, четкие, приятные. Есть дополнительный микрофон на верхнем торце, да и все, больше никаких особенностей в дизайне нет. Кроме того, что теперь модуль камеры выступает достаточно сильно, он чуть ли не с половину корпуса толщиной, такой большой овал. Здесь же у нас датчик температуры, очень спорная фишка, не первый год они делают. Можно измерить температуру человека, например, предмета, там огня, это все работает, термометр функция называется. Ну и в остальном, по дизайну в целом, с одной стороны, они сейчас все очень сильно похожи, айфоны, самсунги, да все практически, кроме Sony. С другой стороны, что-то самобытное за счет этого модуль камер и большой буквы G Google присутствует. По процессору, к сожалению, если мы говорим об игровых возможностях телефона, с одной стороны, безусловно, вы можете играть в свои любимые игры на максимальных настройках, как и на любом флагмане последние годы. Тут Google Tensor G4, нового поколения чип, процессор, точнее, который компания Google делает сама. С одной стороны, повторюсь, то есть запустить игры на тяжелых настройках, Genshin, PUBG Mobile у вас получится, но троттлинг-тест есть такой коварный тест, который скрывает все недостатки в системе охлаждения, в основном это из-за нее телефон греется и сбрасывает частоту. Так вот, телефон, конечно, проходит троттлинг-тест плохо, мало того, скажу, хуже всех за последние годы, Pixel, к сожалению. Раньше эта проблема была у Samsung, Galaxy S10, Galaxy S9, Galaxy S20, Galaxy S21 даже могу вспомнить, 22-й уже намного лучше был, но тоже падение FPS. Вот, чтобы вы понимали, играть можно, но при длительных нагрузках, к примеру, там полчаса вы играете катку в PUBG, еще одну, вторую, третью пошли или просто первая долгая, и, конечно, телефон будет нагреваться, руки у нас сжигать не будет, совсем просто будет более горячим, чем даже Samsung или чем другой телефон, чем Xiaomi тот же, например, или Realme. Обжигать руки не будет, но может быть падение частоты кадров. Каких-то проблем из этого делать я не хочу, но рассказываем честно. С другой стороны, если вы будете играть мало, либо вообще не будете играть в тяжелые игры, вы этого вообще не почувствуете. Телефон реактивный, очень быстрый, приложение открывается мгновенно, все работает четко, даже если вы будете его гонять в хвост и в гриву, например, раздавать через него интернет, подключать к нему, я к своему Pixel 7, иногда по 4 устройства, я пользуюсь Pixel 7, 4 устройства раздачи интернета, телевизор, 2 телефона, Маруся еще, допустим, и одновременно я скачиваю себе там 10 гигабайт, он даже едва теплый, он не тупит, чтобы вы понимали. Только в играх могут быть проблемы, в остальном это классная производительность, которая хватит надолго, но со своими нюансами именно через тест, который скрывает недостатки. Что касаемо камер, знаете, а вот тут прекрасно все, все прекрасно. С одной стороны, я, может быть, сам не осознаю, что я немножечко субъективен, я люблю Pixel, как вы поняли, я говорил, я пользуюсь сам 7, до этого 6, все практически Pixel были в личном использовании. Но объективности ради, это не только мое мнение, а подавляющее большинство людей, кто видит фотографии с Pixel, говорят, вау, как это классно, на что сфотографировано. Pixel отличные камерафоны. Есть мнение, что одни из лучших, я же считаю, что просто самые лучшие, это на мой взгляд. Фотографии получаются очень хорошие, и с основной камерой, и с широкоугольной камерой. А суперфишка Pixel 9, вообще всех, кроме базового, точнее, это шикарный зум оптический. Ну, он гибридный, точнее, правильный назвать. Десятикратный зум без потери качества. До этого это мог делать только Huawei, потом Samsung научился, и сейчас Pixel. Но Pixel еще и 8 имел. Вот здесь же фишка, что мы можем до 20 крат увеличить картинку в режиме фото, и она будет еще практически без искажений. Это вызывает мое уважение. Да, немножечко приглядеться, конечно, будут уже артефакты, но небольшие. То есть до 20 крат у нас цифровой бинокль. Можно и 30 сделать, еще что-то можно разглядеть, но все-таки это уже перебор. Хотя видно будет все. И это лучший на рынке цифровой бинокль. Это в режиме фото. В режиме видео чуть поскромнее, но в любом случае вы также добьетесь 20-кратного зума, который можно будет даже на большом телевизоре при приближении 20 крат что-то рассмотреть. Ну, конечно, артефакты будут больше, чем при фото возможностях. Зато 10-кратный зум будет вообще без проблем. 5 и 10 крат это суперсила телефона в режиме видео. Притом и Full HD, и 4К, и неважно, 30 или 60 FPS. Pixel молодцы. Они превзошли просто всех, на мой взгляд. Конкурентов у них в плане цифрового бинокля сейчас, в 2024 году, осенью нет. Ну и сами фотовозможности, еще раз вердикт. И фотографии с основной камеры, широкоугольной камеры, фотографии при приближении, фотографии селфи, размытие заднего фона, эффект боке. Все работает великолепно. Это один из лучших камерафонов и один из лучших видеофонов. Для всех. Это те фотографии, которые вы будете прислать своим родственникам из отпуска, и если они даже открывать, их будут не на телефоне, а на мониторе даже большом. Качество будет очень высоким, и будут спрашивать, на что снято. На iPhone вы скажете, какой iPhone? Это Pixel. Они скажут, а что такое Pixel? До сих пор такая ситуация бывает. Особенно женщины, многие не знают, что есть Google Phone Pixel. Вот так к слову. Ну и по производительности. Аккумулятор, наконец-то, в Pixel'е, к старшим, по крайней мере, стал большой емкостью. Чуть более 5000 мАч. Этого достаточно, учитывая, что чип современный, процессор современный. Я, например, даже своей 7-кой доволен. 8-ка еще лучше живет. Ну и 9-ка не подкачивает, по моим ощущениям, очень достойно. С утра до вечера, до позднего, при активном использовании телефона хватит, еще и останется процент в 30. Ну это совсем, если прям не гонять в хвост и в гриву. Автономность хорошая, даже при таком большом экране. Единственное, подкачала, конечно, зарядка. В этом году это рекорд 37 Вт. На фоне китайских производителей это просто слезы. Это в 2 раза, в 3 раза меньше, чем у китайцев топовых. Но все равно хоть что-то. Зарядка 37 Вт. Докупать нужно отдельно. В комплекте идет только кабель USB Type-C с обеих сторон. Беспроводная зарядка также небольшой, 23 Вт емкости, ну относительно. Можно заряжать беспроводов, можно делиться зарядом. Заряжать, к примеру, наушники с этого телефона, либо другой телефон. Все это работает, все поддерживается у всех производителей по одному стандарту. Стандарт Чи называется. Это хорошо, что каждый не придумывает себе Samsung 1, Apple 2 и так далее. Беспроводной стандарт для всех один. Как впечатление о телефоне? Но я бы себе, безусловно, купил, обладая свободными деньгами. Он не дешевый, конечно, на старте продаж. Но я бы получил великолепную камеру, бескомпромиссную фактически, эталонную. Получил бы прекрасное качество видео. В правильности ради они все плюс-минус. И Samsung, и iPhone, например, если брать, они приблизительно будут писать одинаково. Еще раз, суперсила, суперспособность телефона. Это до 20 крат зум практически без потери качества. И даже до 30 в некоторых вариантах. Это прям суперсила, повторюсь, этого пикселя. Ну и вообще, оболочка от Google, она очень стабильная, приятная. Я много лет пользуюсь пикселями. И тут тот случай, когда телефон не раздражает. Но пока основные функции все работают. Google, на мой взгляд, один из самых хорошо сбалансированных. Android, конечно же, у всех устройств от компании Google. Просто они его переделывают под себя каждый. Но основа всегда это компания Google владелец. И вот пиксели, может он не такой красивый. Ну, на фоне других он выглядит бледно и устаревший, честно говоря. Но я лично с этим мирюсь, потому что, повторю, ключевое. Мне нравится, как работают Google фоны. Они не дают лишних уведомлений. Здесь четко, корректно и понятно все. Очень удобно пользоваться системой, которая никогда не подводит. И до сих пор обновления идут. Все четко, например. Очень здорово в этом плане работают Google фоны. Это просто нужно попробовать. Походить с ним хотя бы не неделю, а хотя бы несколько дней понять, о чем я говорю. На этом сегодня все. Если кто-то пользуется Google фонами, пожалуйста, также отпишитесь. Если кто-то уже взял себе девяточку Excel Pro, также отпишите свой опыт использования. Подписывайтесь на VideoShopper, на все наши проекты, на другие социальные сети. Ссылки под видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok